Ни одного дня без доброго дела. Лозунг волонтеров Чуваши. С каждым годом это движение только набирает обороты. На Совете по развитию добровольчества выявили проблемы, предложили пути их решения и подвели итоги уходящего года. Поисковые отряды, множество благотворительных фондов и акций. Как правило, волонтерами становятся студенты и школьники. Но неравнодушных много и среди людей серебряного возраста. Больше половины жителей Чуваши готовы помогать нуждающимся. 52% имеют потребность помогать людям, помогать животным, помогать нуждающимся. И мы пришли к выводу, что существует определенный информационный голод, что люди просто не знают, где они могут применить свои силы. Вопрос плохой информированности населения уже решается. В городе появляются рекламные баннеры и плакаты о благотворительных фондах и акциях, о местах их проведения. С каждым днем все больше и больше людей вовлекаются в волонтерское движение. Мы видим волонтеры-доноры, которые сдают кровь для того, чтобы оказать именно ту посильную помощь, какую они могут людям, оказавшимся в беде. Мы видим и направление, которое возникает при высших учебных заведениях. Например, Чувашевский государственный университет на сегодня обладает хорошей ресурсной базой. Добровольчество развивается быстрыми темпами. Молодежь придумывает уникальные проекты и реализует их на территории республики. Глава Чуваши Олег Николаев выступил с предложением создать центр, где ребята смогут объединиться с единственной целью – помогать нуждающимся. Это Кахузангая, который находится на такой территории, куда достаточно сложно ходит общественный транспорт, но при этом, если это сделать как центром молодежного движения, я думаю, что там и жизнь закипит, и пространства будет достаточно, ну и территория будет эффективно использоваться. Министр образования и молодежной политики совместно с администрацией города Чебоксары в ближайшее время начнут работу над реализацией этой идеи. Екатерина Никитко, Георгий Кривошейн, Республика.